В Нижних Сергах местный мужик Михаил Иванович, хозяин частного дома с номером 79 на улице 50 лет Октября, в одиночку пытается вернуть на место в глубину скважинную трубу на своем подворье и избавиться от бугра возле дома, который появился после того, как строители протянули новую газовую трубу. С Болотиной по соседству он уже смирился, выкопал канаву вдоль забора и ждет, что будет после дождей. По мнению Нижнесергинского домовладельца, когда строили новый мост через речку Среднюю, сточную трубу закопали чересчур высоко и вода в нее не бежит. По весне после половодья талая вода просто впитывается в землю и стоит в канавах, которые собственноручно прорыл Михаил Иванович. Его соседу из 77-го дома повезло еще меньше. У него всю весну затапливало подпол в доме и домовладелец насосом откачивал воду. В воде уходить некуда. Она вот сейчас нашла место выпирать скважины. И что теперь делать, не знаю. В администрацию бесполезно. Они говорят, не обман зрения, что труба высоко положена, вода туда не бежит. А это уже не обман зрения, уже выпирает. В июне вода ушла, но появился бугор и выдавила скважинную трубу. Специалисты говорят, что впервые такое видят, а чиновники районной администрации лишь пожимают плечами и ничем не могут помочь домовладельцу. Получается замкнутый круг. Да и с новым мостом, по версии домовладельца, не все ладно. Он на три метра выше старого и в повороте так заужен, что фуры по нему проехать просто не могут. К слову, мокрые напасти в нижних серьгах начались после гигантского ливневого потопа в июле 2020-го. Тогда вышли из берегов речки Старожевая и Серебрянка. Потоки воды смыли частные дома и гаражи, подтопили более полусотни частных подворьей, разрушили два дома и повредили третий. Тогда власти пришлось инвестировать уйму денег, чтобы вернуть в провинциальный городок нормальную жизнь. Хотели как лучше, а в итоге локальные перегибы на местах, канавы да бугры и простому человеку хоть караул кричи.